Как заменить тренировки в зале во время локдауна, главные советы. Силовые тренировки – это универсальный вид тренировки мышечного скелета человека, который можно выполнять практически в любом месте. Хотя это популярный вариант упражнений во многих тренажерных залах, вы также можете создать правильную и вполне безопасную программу силовых тренировок для выполнения в комфорте и уединении своего дома. Стиллер собрал главные рекомендации по тому, как не пропускать занятия спортом даже в период локдауна. Преимущества. Прежде всего, чтобы начать заниматься дома, нужно быть достаточно мотивированным. Закрытие залов и жесткие ограничения существенно снижают настроение, но на некоторые аспекты карантина можно смотреть как на шанс. Какие преимущества занятий дома? Это экономит время. Домой не нужно ехать, а также не нужно ждать, пока освободится тренажер или другое спортивное оборудование. Это бесплатно. Вам не придется платить за тренажерный зал. Правда, при длительных занятиях дома возможно понадобится разнообразить занятия дополнительным оборудованием. Тренировки в любое время. Вы можете заниматься по собственному расписанию, независимо от времени дня и ночи. Никакого стеснения. Вы можете тренироваться, не чувствуя стеснения, ведь кроме вас никто вас не увидит. Занятие в собственном темпе. Нет никакого давления, чтобы идти в ногу с окружающими или поталкивать себя за пределы того, что удобно. Общие советы. Установите график тренировок. Не зря говорят, что дисциплина – залог успеха. Выберите удобные для вас время и дни занятий, чтобы систематически и без отмазок выполнять упражнения. Составьте музыкальный плейлист. Если ваше внимание легко отвлечь, лучше не совмещайте занятия дома с просмотром сериала или фильма. Чтобы сконцентрироваться на спорте, составьте бодрый и зажигательный плейлист. Он будет мотивировать и поднимать настроение. Выберите удобное место для тренировки. Перед началом занятий подготовьте удобное и безопасное пространство. Уберите оттуда лишние вещи и при необходимости отодвиньте мебель. Постелите коврик, чтобы во время выполнения упражнений не поскользнуться. Не забывайте о спортивной форме. Не стоит думать, что спортивный аутфит нужен только для занятий в зале. Ведь один из главных плюсов специальной одежды для фитнеса – она не стесняет движения и позволяет тренироваться в полную амплитуду. Поэтому не советуем заниматься в старых шортах и тапочках, это чревато травмами. Пейте воду. Во время тренировок необходимо восстанавливать водный баланс. Так что пить нужно с регулярными интервалами, вне зависимости от того, испытываете вы сильную жажду или нет. Тренировка. Разминка. Перед началом тренировки сделайте разминку не менее 5-10 минут. Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой на месте или движения, которые воздействуют на ваши ноги, руки и другие основные группы мышц. Иногда такие длительные и монотонные движения достаточно надоедают, поэтому мы рекомендуем в течение первых 30 секунд выполнять прыжки с махами, а другие 30 секунд отдыхать в течение примерно такого же периода. Силовые упражнения. Как только ваши мышцы разогреются и будут готовы к движению, вы можете начать с выполнения серии упражнений с собственным весом. В каждом из этих упражнений двигайтесь плавно, но сначала займите устойчивую позицию. Список упражнений, которые выполняются как в зале, так и дома. Выпады. Приседания с гантелями. Приседания с прыжками. Планка. Отжимания. Бёрпи. Это самый общий список упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях. Его всегда можно дополнить, улучшить, модифицировать, чтобы проработать те группы мышц, которые вам нужно. Заминка. Завершить тренировку лучше всего ходьбой в течение 5-10 минут. Также стоит немного потянуть мышцы, чтобы вы комфортно себя чувствовали после. Тренировки. Ранее мы рассказывали, какими видами спорта можно заниматься дома.